Что-то нам сырников хочется, да? Решили приготовить сырники. Сейчас расскажем, как. Как я готовить не хочу. Пойдем выберем йогурт, из него творог, потом сырники. Все, поехали выбирать, поехали, поехали. А вот показываем цены на творог. Вот есть эмиратский творог, да, Элейн Фармс за 400 грамм в 17,65. А вот, внимание, творожная традиция. Украинский творог, президент, 450 грамм, 25,20. Боже, дорого-то как. Вот такие тут цены на творог, и творога больше здесь нет. Поэтому идемте, посмотрим йогурт. Ну, а вот варианты йогурта, из которого мы делаем творог. Вот цены 5 дирхам, 1 литр стоит. Специальное предложение, это Эльмарай. А дальше есть 2 килограмма 10 дирхам стоит. Все цены я озвучиваю вам в субтитрах. Вот специальное предложение, килограмм 5 дирхам. 5 дирхам, все то же самое. А вот здесь вот другая фирма, Элейн Фармс, 6,10 стоит. Это не распродажа. И 4 килограмма, вот есть, ого, на семью, прям 19,70. Ну, вот такие вот цены на йогурт. Есть вот 2 килограмма 11,55. Здесь Эль-Раваби, это 6 дирхам 1 килограмм. Ну, конечно, вот за 5 дирхам можно взять 3 килограмма или 2 и сделать вкусный йогурт. И перемещаемся мы на кухню. Приятного. У нас получается программа готовка в Эмиратах. Программа минимум. Да, вы видите, мы уже от жиры дуреем просто. У меня волосы водой намочила, поставила уже себе. Сейчас из йогурта Наташа приготовит творог. Ну, просто ему показали вам цены, какой творог дорогой. Ну, реально, напишите в комментах, сколько у вас он в стране стоит. Ну, желательно в долларах. Ну, это ж просто такие... Ну, большие деньги. И просто здесь не принят, как бы, творог. Хотя я читала, когда Рамадан, это одно из блюд на Рамадан. Утром они едят творог. Но, видимо, не популярен, короче. А мы это любим. Поехали, давайте, давайте уже с нетерпением. Я хочу сделать сырнички. Да? Перевожу. Да, давай. Так, йогурт мы купили 3 килограмма. Полный фэт, жир, полный жирности. Я не знаю, по-моему, там 8%. И фирма вот эта вот... Разные мы покупали. И самое хорошее, это вот этот Альмарай Саудовской Аравии и Лайнфарм. Но из Альмарай Саудовской Аравии почему-то получается по количеству выходит меньше творога и в итоге получается меньше сырников. Ну, йогурт уже даже есть это. И вот он вот такой же вообще супер. Ну, его можно, конечно, перемешать. Да, его, конечно, и кушать можно, естественно. Ну, он вообще супер потрясающий. Да, еда-то и берут. Так. Делаем, в общем, кастрюльку. Кастрюлю и кипят. Идет в кастрюльку. А фулл фэт, сколько мы смотрим? По-моему, 8% жирности. Аккуратно, аккуратно. Опа! О, красота. Еще раз сколько покушать нужно. Плита у нас индукционная. Мы уже, по-моему, в нашем видео про масала чая рассказывали об этом. А что они рассказывают? Плита как плита. Слава богу, не надо бегать за это. Да, за газом бегать. Да, так как у нас, слава богу, включено электричество в оплату, поэтому мы на 130 ставим, да? Не на всю, не на полную. Кстати, знаешь что? Я все время думала, главное, чтобы оно не пригорело. Главное, чтобы не пригорело. Ну, оно визуально будет некрасиво. Но предыдущие я как-то сделала сырники, и у меня пригорел вот этот вот йогурт. Я не знаю из-за чего, как, что пошло не так, но они настолько вкусные получились, правда? Это я Олю спрашиваю, как оператора. У нас такой уже новенький телефончик, что можно так дзынь, все, и перебрасывать видео. Техника до нас пришла. Нет, честно, спасибо вам большое, что вы смотрели наше видео, ставили нам лайки и писали комменты, когда мы снимали на телефончик, которому 5 лет. Уже 6. Видео шумело, шумело, вы терпели. Спасибо, вы лучше действительно. Да, спасибо. Сколько нам ждать? А вот будем ждать, пока мы не скидем. Ой, да. Смотрите, сережки, кстати. Даша, расскажи. Видно. Магазин Ловица, мы освещали его. А что Ловица? Ловица, Ловица, Ловица. В Вадимоле и в Элиальмоле. Да. Кусочек пластика, столько счастья, я как их увидела, такая, ой, классные, но они стоили 49 дирхам. И подожди, где-то эту штучку, подожди. Они были 50 на 50. Пол цены дать им. Пол цены. Мы взяли за 24 дирхам. Ну, я сначала подошла, они такие классные, типа, подожди, подожди, я хочу рассказать. Ну, понравились, но цена 49 дирхам. Видно, да, 49 дирхам? Видно, да, 49 дирхам? И цены получаются, как еще там и на американские деньги, доллары. Ну, там разные страны, валюты, стран мира. Ну, 49 дирхам. 49 дирхам я, нет, не готова платить за это 49 дирхам. А потом смотрю, табличка написана, пол цены. Спрашиваю продавщицы, а это уже пол цены 49 дирхам? Она говорит, нет, это от 49, то есть 24 дирхам. О, ну, за 24 дирхам давайте поговорим. А потом, буквально вчера, я смотрю, ну, 49 дирхам. И начала смотреть вот эти цены, которые в доллары. Перевожу их в дирхамы. И они таки стоят, получается, те же, ну, если в евро 7 евро, то по курсу 4,20, да. Купили бы такие сережки за 7 евро, ну, в комнатах много. Ну, что нет, они такие милые, там еще были розовые. Ну, кусок пластика, столько счастья. Кстати, я вот, называется, дошла только сейчас до бижутерии. Потому что мне не нравилось никогда бижутерия. Доходим на бижутерию. Ну, когда качественная бижутерия, то это. Так вот, моя мысль. 4,20 умножить на 7, это будет 4 на 8, ой, 4 на 7, 28 дирхам. Ну, а не 24. То есть, по сути, пиши 49, говори, что полцены. Покупай в евро и скажи, что мне в евро. Окей, нет, ну, просто в том, чтобы вставить большую цену, говори, что полцены и продавай за кастрюлька. Вот тебе это. Ну, вот, она уже начинает. Так, извините, не попался. Так, ну вот, уже, смотри, сыворотка пошла. Ой, мне так нравится, когда это булькает. Ох, еще не булькает, но вот это масло. Ну, и пахнет вкусно йогуртом. Кисленьким йогуртом пахнет. Ой, а мне запах. Вот сейчас его еще нет, но пойдет потом такой сливочной теплоты. Такая красота будет. В общем, друзья мои, вы поняли, что получить здесь творог, мы варим йогурт. Очень много способов. А у вас бы такой йогурт в Украине сколько бы стоило? А я не знаю, я даже не видела, что у нас больших таких... У нас нет культуры вот в таких больших объемах, мне так кажется. Да, это же просто... Ну, вы уж помните на видео сколько, по 4 килограмма продают. У нас бы люди ведерочки приспосабливали, наверное, для чего-то еще. Что значит у нас бы, а я что, не приспосабливаю? А, я что приспосабливаю? Чего-нибудь поставить даже это, ну там... Я для ниток, когда вяжу, я туда нитки бросаю, чтобы они по полу не валялись. Сколько прошло? Минуты 4-5? А я, кстати, не знаю. Ну, народ, когда начнет закипать, вот тогда мы будем и от этого времени посчитаем время. Но на самом деле нет какого-то, вот я для себя даже не решила. Мне пока оно начинает кипеть, и пока мне не надоест, ну, мне кажется, что чем больше кипит, тем... Пока не надоест, что кипит? Да, серьезно, пока не надоест вот это вот брожение, сколько оно уже может кипеть, я никогда не засекаю время. И вот оно, ну, мне кажется, чем больше оно кипит, чем дольше, тем больше творога. Я не знаю, работает ли это. Как оно не убежит разве, если оно... Куда оно убежит? Нет, это не молоко. Закипит? Это не молоко. Оно не сбежит никуда. Оно действительно вот только что не должно прикипать. А ты этот рецепт вычитала? В группах, в русскоязычных, в украиноязычных, это уже... Которые в Эмиратах? Да, в Эмиратах. Тут очень много рецептов, именно кто-то молоко, йогурт добавляет, кто-то просто йогурт, вот так варит. Всем хочется творога. Я пользуюсь, это еще один рецепт, заморозить. Вот берешь этот тазик, ставишь в морозилку на сутки, а потом на марлю или на ситечко переворачиваешь эту массу, замороженная, она стекает, и действительно получается творог. Но это так долго, тут сварил, полчаса подержи, ну, отбросил на это, стекать, поставил под пресс, ну, полчаса максимум. И уже кушай, готовь, уже тебе будет творог. То есть зачем так заморачиваться с ног? Ну, смотри, кипит что-то. Получается вкус такая желтоватая. Ну, это сыворотка пошла. Да, сыворотка пошла. То есть сыворотку можно сливать, из нее блинчики вкусные. Мы делаем блинчики, но в последнее время не делаем, потому что остановиться нельзя, а попа растет. Мы ходим в зал, мы, как это, блюдем, правильное питание. Мы с кем-то боремся, мы с кем-то боремся, да. Ну, реально, но блины получаются. Мне, по-моему, вкусу очень нравятся блины. Вот, а ну, давай помешаем. Это я на 130 поставила, да? Ну, не хочу меньше. То есть оно, не, не пригорело. Это втрошило. Вот я не знаю, что-то получилось. Но, позапод, когда мы варили вкусно, то это был эляиновский, да, йогурт. И половина была, мы взяли две по килограмму. Один был полный жир, а один был обезжиренный. Полный жир, типа, как ты говоришь, круто, круто, полный жир. Полный жир. Все сырники Наташины, полный жир. Не знаю, то есть из-за обезжиренного тоже прекрасный творог получается. Не поворачивайся, я сережку поснимаю. Ну, давай. Ой, ну так они мне нравятся. Я не знаю. Повернись, чтобы застежечку было видно. А, ну такая. Застежка обыкновенная, да, такая. Да, да, да. И дальше сердечечко прикольное. И дальше, как бы, жемчужинка такая, да. Мне, когда Наташа их там примеряла, я такая, да ну, чё, шутишь? Она такая, мне реально нравится. А мне нравится, я не могу просто. Я так удивилась. Думала, аж сейчас так охватает, примеряет, смеется, думаю. Ну, наверное, типа, шутка такая. Ой, а там такие красивые цвета, вот этот синий. Вся коллекция в синем. Вся коллекция в таком изумрудном зеленом. Просимое, конечно. Я рекомендую магазинчик, который, в принципе, в эмиратах. А вот я не знаю, есть ли у нас лависа вот эта. Ну, качественно. Ну, дай бог, может, доберемся. Конечно, когда на скидках, это вообще такие цены. Конечно, жалко, что они не выставляют все. Так, ну что, даем время к бурному кипению. И тогда засекем, сколько нам надоест, да? Сколько нам надоест. Ну, как оно кипит. Хорошо. Давай. Возвращаемся в студию. Возвращаемся от момента, как началось кипение, до момента, как мне надоело, сколько оно кипит. Прошло 8 минут. Ну, покажи, как творог уже, да, практически. Так вот, уже творог уже есть. А пахнет! Ах, опять жалею, что не передает взрывок. Запах волшебный. Все, выключаем. Пускай немножечко остынет, чтобы не переливать кипяток, лить на себя, не дай бог. Так, переливать мы его будем. Переводи сюда. Уже все приготовлено. Но сито, господи, как марля. Марля из дома на всякий случай привезла. И, ну, там это, куда стекать будет. Мы же не будем сыворотку стулить. Нет, сыворотку не будем. Ну, значит, просто это будем сыворотку. Мы блинчики уже пока не едем. Да, вот она, сыворотка. Вот он творог уже построил. Куски какие. Ах, балдеж. Все, встретимся к переливанию, да? Переливаем. Ой, слушай, тяжелый. Это сколько? Три кило? А по цене сколько это получается? Пять за килограмм, одиннадцать, по-моему, или десять, два килограмма, да? Ну, трижды пять, пятнадцать. Трижды пять, пятнадцать. Ну, вот так плюс-минус. Ну, здесь же сколько, да? Получается, творога там же был за семнадцать. За семнадцать четыреста грамм. За семнадцать четыреста грамм. И то он такой, вот если местный, ляйновский, он очень жидкий. И солоноватый. И мне это не нравится. Ну, так-то поесть можно, если просто купить, то там не морочиться с приготовлением. Хотя особой мороки я не вижу. Мне так нравится это делать, если честно. Сейчас смотрю, тебе сережка к футболке идет. Я так просто камеру навела. Да, идет. Ну, что ж не идет фиолетовый и синий. Это ж родственные цвета. Правильно? Что такое фиолетовый? Это красный плюс синий. А вот и сывороточка, которая просто потрясная, но очень калорийные венчики. Ай-яй-яй-яй, ничего, 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 ничего. Помогать что-то? Ага. В булеватый за нами. Ну, в булеватый. Я штримаю камеру. Штримаю. Что же я уже сделаю? Вот творожок какой шикарный просто. Сейчас где-то я не знаю, сколько он поставил. Мне кажется, полчаса максимум лишь для того, чтобы оно остыло. Сейчас свернем, сейчас он стекет максимально под пресс. А пресс это будет вот эта коробочка. Вот эта же коробочка только побольше. Которую ты напомнила водой. Налила водой и это будет и прессом. О, красавчик. Вкусно булевит. Желко выливать, но реально. Реально так толстейший. А что зовут сыворотка еще можно сделать? Можно лицо протирать. Обязательно. Намазываться и на пляж выйти. Ну, тут можно на пляж не выходить. Да нет, ты что? Ты что? Это же кислота. Наоборот, да. Сыворотка, это кислота. Представляешь, что наоборот. Это не, нельзя такие даже вещи. Даже думать забудь. Так. Какой он творожок? Какой он творожок? Так, красавчик. Все, в нычечку спрятали. Куда в нычечку? Ну как, завернули. Завернули. Так, 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 так. Стой, красавчик. Так, это сейчас. Положим. Ну, поможем. Там уже вода. И закидываем. И сколько так примерно ему стоять? Ну, я же говорю, чтобы творог остался на самом деле. Вот как по мне. Мне кажется, полчаса это максимум. Хорошо. Он не должен быть сухим, потому что вот, как раньше, я помню, бабушка ставила чуть ли не на сутки, он висел вот это на кране, да? Это марли с творогом. То мне кажется, чуть ли не на ночь, вот, чтобы стекал и весь. А зачем? Причем, когда вернемся в студию, расскажем, сколько время прошло, да? Да. Так, ну сколько прошло? Час, наверное. Где-то час. Да, час. Ну, это мы сидели в телефоне, да? Игрались. Игрались в телефоны, где-то полчаса назад. Вот такой он творожок красивый. Ну, он еще теплый. А, нет, а тут остыло. Сейчас посмотрим. Пардон, дайте я немного смойку. Оно, конечно, все прожарится, но да ладно. Как там гигиена прежде всего. Что там, чистота, залог успеха? Как этот мультик назывался? Как молодежь и чистота, да? Или не очень? Гигиена прежде всего. Это же мультики было. О, красота. Боже. Куда я дам, не дам. Вот этот творожок. Ну, класс, класс, класс. Конечно, здесь такого нету. Ням-нямка. А можно и просто так покушать. Творожок или с медом, или с вареньем. Он вкусный, он просто сам по себе вкуснячий. А ну, я тебе сейчас дам на пробу. Не-не-не, давай, давай. Я снимаю, давай, тебя буду снимать, как ты покушаешь. А как я расскажу твои впечатления, когда я жую от еды? Ну так, а я расскажу, если будешь жевать. Ням-нямка. Мы знаем, что вкуснячий. Так, что нам понадобится? Мы же готовим сырники, да, сырники? Ну вот я уже снимаю, что есть ваниль. Значит, нам понадобится ванильный сахар, но здесь он ванильная пудра называется. Реально тут как купленный в Эмиратах. Да. Сахар. Сахар. Купленный в Эмиратах. Ну ты что, издеваешься? Так, мука. Мука приобретённо, купленная в Эмиратах. Так, сейчас мы вот это вот, я забуду, что надо. А, яйцо. Так, яйцо, одно яйцо. Слушай, а сколько вот, мне кажется, это грамм, даже не знаю. Ну, грамм восемь суток. Никогда не взвешивали, потому что нет весов, не знаю. Ну, вес есть, но небольшие, на багаж мы взвешиваем. Варховка, слушай. Вылетаем, у нас есть. Сама не нарадуюсь. Так, значит, одно яйцо. Теперь сахар, да? Сахар где-то 3 столовых ложки. Я сыплю вот на такой объём. В принципе, только, конечно, по вкусу, но... Их же можно сверху ещё чем-то полить, а можно так. Так, 300... Ну, ладно. А, нет, 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 это ещё сладкое. Так. Это так, ложку, наверное, я. Ну, видишь, она пудра. Знаешь, так красиво трусишь, как повар в ресторане Дубаи, когда он... А этот... Покажи, как бросает, да? Вот, 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 да, да. Это соль на золотое мясо по волосатой руке. Ну, говорят, вкусно. За 2000 дирхам, по-моему... Не, мы ж не против попробовать. Не, молодцы, молодцы люди. Ой, зарабатывают деньги. Кстати, о нём говорят об этом поваре, что он очень такой без пафоса, нормальный чувак. Да, очень контактный, простой человек. Ну и молодец. Так, и мука. Мука, берём где-то две ложки. Ну, будем смотреть, как поэта... Ну, ты просто сейчас, как тот повар, вообще, просто вот, очень похоже. Очень золото сыпется, золото. Золото. Это золото, это еда. А еда, это золото. Золотые сырнички, потому что... Да, голодное золото тебе вряд ли поможет. Так, что мы делаем теперь? Ага, давай возьму, чтобы не бахало. Подставлю. Так, в чём прикол этих сырников, как это... Что их нужно мять не вилкой, не ложкой, а руками, как тесто. Ну, вот я беру и мну. Разрабатываем мелкую моторику рук. Не, вот так вот мнёшь. Я так понимаю, кто там нервничает, кому хочется там... Кого-то жёстко наказать. Бульбашки пострелять с плёнки, да? Да, либо бульбашки с плёнки, либо берёте вот и делаете сырники. Ой, такой кайф. То есть нам нужно в итоге, чтобы получилась однородная масса, как... Вот я сейчас говорю, что может чуть-чуть муки ещё добавим, может быть. Ну, посмотрим, посмотрим. То есть оно... Будем посмотреть. Будем посмотреть. Серёжки просто великолепные. Да ты уже такую рекламу той Лависе сделала, хватит. Не, тебе сильно идёт. Ну, они мне нравятся, они мне нравятся. Я говорю, кусок пластика, а столько удовольствия. Ты знаешь, сначала я не как вот в своей жизни, я только к 30 годам дошла до камней. Я не любила камни раньше. А вот к 40 плюс я дошла до бижутерии. Как-то у меня понисходящие. Тебе что, 40 плюс? В смысле? Боже. В смысле, а сколько мне? Ну да, кстати. Очень кстати. Да. А можно подумать. Вы что, боитесь возраста? Что ж тут такого? Так, я думаю, что надо чуть-чуть добавить ещё это. Не, ну больше 25 не дало бы. Народ, сколько Наташке лет там, напишите. Ну, здрасте, сейчас напишут. Старая корова, вы что, седых волос не видите? Не, не, не. Кстати, интересно, народ, если вы ещё всё ещё досмотрели наше видео до этой минуты. А что, нельзя это говорить, да? Нет, просто большинство вот именно гадких комментов на любых каналах 99% пишут женщины. Мне интересно, почему? Женщины, которые пишут гадкие комменты. Подожди, а что, мужчина не может зарегистрироваться и поставить, что он женщина? Там же нет идентификации. Да нет, вот ты знаешь, но такие вот женские такие, комменты женские, гадкие такие, да. Ну, бог с ним, с понять не могу. Пускай пишут, пускай, знаешь, это всеобщая грамотность. Что ж такое-то, просто вот народ откомментируйте, кто понимает, что происходит. Слушай, как, боже, я забыла, как это, историк, который там в России, ой, я забыла, Евгений, как он сказал, приматом выдали вот эти девайсы, и они бьют по клавишам. И он же никого не обидел, приматом выдали. Мне это понравилось. То есть мы делаем массу, как тесто, вот чтобы не было этих комочков, вот так вот просто вот это жмакаем, жмакаем. Ну, у тебя руки не устают так жмакать? Ну, извините. Хочешь кушать вкусно, надо хорошо работать. Устают, конечно, но это ж не та усталость. Это тебе не у станка стоять. Хотя папа мой сказал, когда приготовил еду себе, там, борщу, там еще делал, ну, приготовил и сказал, знаешь, Наташа, легче у станка стоять. Я когда услышала эту фразу, у меня такой, был немного шок. Кто где профессионал, кто где мастер. Ну, папа и хорошо готовит, и у станка стоит, поэтому он не пустые слова сказал. Мастер на все руки. Да. А смотри, какие желтки, чем они их кормят, этих кур, что он желтый. Посмотри, какой один желток и желтый цвет какой дает. Народ, кто в Эмиратах живет, кто покупал здесь яйца. Кто кормит кур. Откомментируйте. Чем кормят кур. А ты знаешь, что я заметила, ну, как я по времени, но вот мы покупаем одну и ту же фирму практически яиц. Я не помню, какую только. Я тоже не помню. Я знаю, вот как она визуально выглядит и знаю, какой размер яиц брать. Какому берем? Эксель? Эль? Эксель? Ну, large. Лардж. Л. Элечку берем. То есть, больше 60 грамм, по крайней мере, они пишут. Так, что хочу сказать. И они, наверное, от сезона, может быть, еще тоже зависит. Потому что, ну, то ли, не знаю, как это. То есть, оно зимой, так, в общем, если курам жарко, они несут более желтые цветы. Не, наоборот, наоборот. Наоборот, мне кажется, когда это сезонное тоже. Они несут яйца. Я сейчас действительно уже плюс полтенник жаром. Как это? Аграрным еще комплексом. Вот, надо же это. Кстати, у Сунила на ферме, я помню, в видео, там курочки бегали. Надо Сунилу написать, спросить в смс. Как курочки бегают? Да, бегают ли курочки? И если да. И как после этого? Какого цвета яйца? Да ладно, я не буду. Вот он загрузится. Да, твой юмор не все понимают. Не поймет, наверное, еще у нас заблочит в ватсапе. Не будем писать. Да ладно, нормально. Ну, так как у Сунила уже есть три фермы, не две, а три, то обязательно мы побываем на ближайшее, та, которая в Абу-Даби. Мы там не были. Ну и тогда уж пару яиц-то купим, выясним, что там с курами-то. Можешь еще добавить этого? Муки? Не, не, вот сейчас я не уверена, что надо. Да не надо ничего добавлять. Да. Ну, лишние калории. Ну, чего эту, пудру эту, как она, ванильную. Хорошо. Ну, то есть вот так вот. У меня уже отлетают кусочки. Да, извините, портун. Как кебаб, да, делают? Как, что там еще? Котлеты, я не знаю, так же вот выбивают прямо. Чтобы она реально была такая однородная масса. В общем, народ, добиваем однородной массы и возвращаемся в студию. Всю свой слой сгоняем сюда. Когда уже Наташа будет лепить термите. Хотя нет, нельзя злость на еду сгонять, это неправильно. Но, тем не менее, у тебя это получается. Не, я не леп, сейчас я не зла. Сейчас у меня все хорошо. Все, народ, вернемся, когда будем лепить сырники уже. Все, я уже налепила их практически. То есть оно, как тесто, должно не особо липнуть это к рукам. И вот леплю, ну, каждый, кому как нравится, тот и лепит. Я люблю так. Сейчас последний уже покажу. Извините, мне не нравится, когда я пою, музыкирую. То есть, ой, это будет, это, сюда надо желание еще положить. Самый большой, наверное, будет. Тут я их делала по размеру, как для себя, не жалея. Получилось сколько оно посчитает? 10, 10. Ну, это 10, сегодня я делал 10, 10. То есть, вот это, крутим, 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 крутим. Все, 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 все. И вот такой. Ой, реально это будет такой. Ух, велико. Да, прожарить хорошо будет. Ой, они нормально все прожарены. Как хорошо вам в масле? Да, ты знаешь, я же делала все время на масле кхи. Кстати, тоже хорошо. Ну, вот, перетопленное масло, то есть, ну, вот, это вся гадость из... Как оно масло называется? Сливочного масла убрано, то есть, это чистое масло, 99% и минимальное количество влаги. А потом, думаю, у меня же стоит это, кокосовое масло. Чего это я, вот, вот, оно же как нельзя лучше подойдет к сырникам. И реально, то есть, оно совершенно не доминирует, но так вкусно получается. Вот, и слепила. Так, начинаем. Ну, давай. Так, дай я руки ссу. Красота какая. Ну, что, выкладываем на сковородку. Ох ты, кулинар! Нет, конечно. А, ну, сначала греем ее, наливаем масло. Да, этот еще кулинар, блин. Боже, в этом фильме, когда он яйцо варил? Три-четыре, папа! Кулинар. Какой фильм? Покровские ворота. Да. Давай 130. Сколько? 130. Здорово, Энекий. Так быстро нагревается, уже теплый. Ну, конечно, оно быстро нагревается. Ну, давай бросим и посмотрим. Такой сырник для диеты, да? Кто на диете, ваш вариант. Не издевайся над людьми. Надо кушать вкусно, но... Я аромат себе нюхаю кокосовое масло. Происходит что-то с ним? С диетическим сырником? У меня ничего не происходит. Мне ничего не надо. Хотя, в принципе, ничего вот не произойдет. Так, первый пошел. Выкладываем красоту. Первый пошел. Его надо еще немножко... Они не плывут, не текут, но они в процессе формы, конечно, это немножко будут терять. Ну, как они расплываться будут. Все, пошла жара. Давай пока столь сделаем. Ой, как пахнет. Ну, скажи, или это я только тут нахваливаю? Не пахнет, а пахнет. Думаю, чего оно стоит, кокосовое масло? Для кого я его купила? А бы был. Сейчас выкладываем. Так, посередине оно самое быстрое готовится. Самый такой матерый сырник стоит посередине. Да? Нет, матерый нет. А вот он тоже сырник. Такой-то поставил. Самый матерый, кстати, здесь. Давай его на середину. По серединке-то. Кто не прижарится? Не надо быстро, чтобы переворачивать. Он не будет сырой. В любом случае, мы его накроем крышечкой. Еще они пропарятся так хорошо. Он пошел в серединке. Сейчас сырники выкладываешь на сколько минут примерно? Понятия не имею. Они должны там внизу не сильно подгореть. Как ты его можешь проверять? Лопаточкой? Да, лопаточкой. Лопаточкой наготове, вилочкой тоже. Крыльчикой закрываешь? Нет, пока нет. Когда перевернушь, закрою. Понятно. Что-то такое. Ну, кто-то кругленькими люди, кто-то шариками. В общем, мне этот рецепт понравится. Переворачивать и скажем через сколько минуток. Сколько? Ну, сколько прошло? Две минуты. Две минуты, уже переворачиваем. Лишь тут, как я и сказала, посредине, как они. Ага. Да, видно, переворачиваю. Ничего страшного. Ну, сейчас посмотрю, может оно и не все еще готово. А мы их вот так вот. А мы их чайником, да? Вот уже, по-моему, хорош. Парень. Вот. Давай. Иди сюда, иди сюда. О, хорош. Ты вообще прекрасный. Ой, ты замечательный. Все перевернулись. И сколько мы еще будем ждать? Теперь мы берем крышку. И вот ты мне расскажешь, не знаю, сколько мы тут. Ты вот не заметила, что я цифру не знаю? Я не знаю, как ты так вот засекаешь. Мне же меня засекать нужно. Никто тебе не скажет. Чтобы я не... Все, я закрыла крышкой. И сейчас я поставлю на... На меньше. На меньше. На меньше. На меньше. На 80. Да. Закрываем крышку. А потом посмотрим. Я не знаю. Вот посмотрим и скажем. Все, потом посмотрим. Все, 12 минут, да? Да, 12 минут. Через 5 минут я увеличила на 130. Но я уже считаю, что они уже все. Они уже давно готовы. Красота какая. Да, я выключаю. Я выключаю. И сейчас они чуть-чуть постоят еще. Подумают. Наберутся. А мы пока сделаем чай, кофе. Да, я хотела манго попробовать еще одну. А, да, кстати. Ну что, на манго сравнивали Бадами с Альфонсом. А сейчас я покажу еще один сорт, пакистанский. Называется он Синдрин. Покажи цену. Манго Синдрин. Полностью цену сколько? 4,25 за килограмм. 4 диркама. Вообще просто. Так что, посмотри, что происходит. Если это 4 по степени вообще здоровецкие. Манго. 4,25. То Бадами стал уже 5,75. Но мне кажется, он дешевле стоит. Можете, я ошибаюсь. Не дешевле. Там 8,12. Серьезно? А Альфонсо... А Альфонсо уже полетел и стал 18 дирхам. 18 дирхам. 18 дирхам. Он столько не стоил. Он же, может, сами цены не помню. Вот это Бадами, а это Синдри. Мы попробуем его? Потом расскажем? Конечно. Попробуем. Потом расскажем, порежем. Так. И блинчики сейчас будем. Ки-ки-ки. Блинчики, сырчики. Все, они сейчас постоят. Немножко охладятся и вперед. Как дети в школу. Ну что, я Синдри и буду сравнивать Синдри и Бадами, да? Манго уже Наташ нарезала. Это Бадами. Ты прям уже опознаешь, да? Ну, Бадами это более светлая, да? Более светлая, да? А Синдри более темная. А Синдри вот оранжевый прям такой насыщенный светлый. Кстати, косточки можно покажу, какие? Ну, это Синдри и это Бадами. Ну, соответственно. Ну, какой ароматный. А я не пробую, я просто... Ну, я поддерживаю. Синдри слажен. Синдри слажен. И в нем уже присутствует более вот эта вот... Как я называю, хвойность. Аромат хвои. Но очень-очень так дозировано и классно. Камеру, камеру смою. Нет, не могу. Не могу. Надо зайти в камеру. Сейчас Синдри выиграл. Да? У нас только слажен, слушай, это обалдеть. Аромат... Ну, дай по аромату. То есть Синдри оказался вкуснее и Алифонса, и Бадами, что мы пробовали. Вот Алифонса... Нет, Алифонса тоже вкусные. Не забудьте посмотреть. Они просто все разные. Дай Бог, чтобы вот попробовать и узнать. Они просто все разные. Ну, Алифонса я снимаю минус 2 балла вот за то, что он очень возле косточки. Он очень вот этот волохатый и в зубах застрет. Ужасно. Эти тоже так, есть такой момент. Но не так сильно, как Алифонса. Мм, Синдри классный. Ну, мы довольны. Есть Синдри, есть вкусные сырники. А ты будешь пробовать сырнички? Давай. Давай. Давай, теперь я подержу, а Ромашка будет пробовать сырнички. Потому что я-то заинтересованное лицо. Так, давай, маленький возьму, ладно. Так, степень прожарки. Да, степень прожарки. Да, все. Мне нравится, классный сырник. Ну, нормальный такой, не кислый, не сладкий. Не кислый, не сладкий. Не кислый, не сладкий. Классно. Так, какой он... На, на этот кусок. Пробуй. Ты понял, что я имела в виду? Реально, не кислый и не сладкий? Да. Реально классно. Нет, значит, наша бы хотела больше сладости, но не надо. Я только хотела сказать, но я сейчас подумала, что сейчас... Есть манго, есть чай или... Я подела манго, и потом у меня, может быть, не сладко. Ну, вкусненький получился. Мне очень классно. Мне, кстати, это радует. То есть все дозы, что Наташа распределила, они все правильные. Три ложки сахара там было, да? Ну, я всыпала-то, видела, не с горкой. То есть все там... Да, все правильно. В общем, надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь, комментируйте. Кушайте вкусно. Кушайте вкусно манго и сырников. Вкусно, с удовольствием и на радость. Все, всем пока. Пока.